Внутренний стержень – штука такая эфемерная. И сейчас часто говорят, что человек с внутренним стержнем, человек из внутреннего стержня и так далее. Знаете, иногда можно встретить подлецов с невероятным внутренним стержнем. То есть у них прямо не стержень, а прямо титановый, так сказать. Поэтому я боюсь слова «внутренний стержень». Я вот, например, говорю про точку опоры. Вот что такое точка опоры? Это как центр тяжести. Если центр тяжести вынесен за пределы фигуры, то фигура будет падать. Если центр тяжести находится внутри фигуры, то она всегда будет где-то стоять. Что бы ни происходило, она найдет способ встать. Стоять. И нам нужно не стержень формировать. Нам нужно формировать в себе точку опоры. Опора – это действительно непростая штука. Опора – это когда вы себя структурировали. У нас же есть множество потребностей, множество отношений, в которых мы находимся. И мы зачастую просто в них как-то разорваны. Нету цельности. И центр тяжести наш тоже вот как будто бы… А у кого-то центр тяжести вообще во внешних каких-то, в объектах, в проявлениях статуса. Дорогая машина, я не знаю, красивая девушка во что-то не стала, или мужчина состоятельный и так далее. Люди пытаются найти опору внутри себя. И они не понимают, что таким образом они ставят себя под удар. Потому что все может быть отнято. И машина, и отношения идти, и этот человек может быть… Ну, просто жизненные обстоятельства так произойдут, и все, и у вас нету чувства опоры. Есть у вас стержень, нет у вас стержня. Ну, какая к черту разница? Но вот как только вы себя разобрали, и как только вы себя правильно сложили, и вы понимаете, что вы от жизни хотите, и что для вас главное, тогда у вас есть центр опоры. Точка опоры есть внутренняя. И тогда вам не нужен стержень. Жизнь сложная. Часто приходится перестраиваться. Часто приходится что-то принимать, что, может быть, не очень хочется. Со многих приходится соглашаться. Вот. Что такое стержень? Это тот, что не будет заважаться. Ну, как бы, стержень есть. Смысла нет. Потому что ни себе, ни другим он лучше таким образом не сделает. Вот. Поэтому я в целом не против стержня. Вот. И плохо, когда совсем нет никакого стержня. Но нужно понимать, что стержень может вас делать иногда жестокими, иногда слепыми, иногда ограниченными, иногда слишком упрямыми в собственных, в заблуждениях. Вот. Но если вы себя разобрали и собрали, и ощущаете в себе вот этот центр тяжести, и он ни в чем-то, ни в каких-то обстоятельствах, а в вас самих, это замечательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...